В последнее время я стал больше уделять времени на изучение устройства Destiny, с точки зрения графики и геймдизайна. Буквально вчера я закончил ещё один ролик, разбирающий устройство Destiny, пока что он доступен только для подписчиков на Patreon, но позже выйдет на канале. Подготавливая подобные видео, всегда сталкиваешься со скудностью информации. Разработчики не слишком-то широко освещают процессы работы над игрой, так что сбор информации обычно занимает много времени. И тут вдруг разработчики вчера сделали настоящий подарок. На сайте появилась статья «Бункер для двоих», в которой подробно разобран процесс работы над бункерами Распутина. Дима Горяинов, старший концепт-художник студии, он работает в Банжи вот уже 5 лет. В последнее время всё чаще и чаще он радует нас своими работами в игре. Это он создал облик винтовки «Бастион», шлема Фелдвинтера, работал над графическим оформлением ивента «Игры Стражей» и приложил руку к огромной части материала отвергнутых. В новой статье от Банжи он рассказал о поиске вдохновения для работы, о том, на что обращает внимание при разработке новых локаций. Должен признаться, это видео довольно ленивое, по большей части я просто прочту статью с сайта. Однако я надеюсь, что такое вот совместное чтение поможет разделить вам со мной тот восторг, что у меня вызвал этот материал. Что ж, устраивайтесь поудобнее, давайте прочтём статью вместе. Своими комментариями Дима делился во время видеозвонка в перерыве между работой. Это время, когда мы можем поболтать. Обычно мы с головой погружены в работу, так что во время короткого перерыва стараемся поразмяться и поговорить о чём-нибудь интересном, о том, что нас вдохновляет, помогает творить. Поиск вдохновения среди коллег, и не только в мире видеоигр, это то, что не чуждо Диме. Такой подход сослужил ему хорошую службу при работе над Destiny, особенно когда он получил задание придумать для сезона величия место, в котором игроки смогут узнать поближе одного из персонажей. Легендарного, но не слишком общительного, Распутина. Военный разум. Дело непростое, и с учётом того, что на тот момент, согласно сюжетной линии, отношения Распутина с Авангардом были, мягко говоря, напряжёнными. Но когда в небе над последним городом возникла новая угроза, перед нами встал выбор. Объединить усилия и выжить, либо погибнуть поодиночке. Для стражей это означало сражаться рядом с Распутиным, то, чего они никогда прежде не делали. Команда Банжи понимала, что готовность Распутина заключить союз с Авангардом лишь половина задачи, причём самая простая. Гораздо сложнее сделать так, чтобы стражи доверились ему. Всё это потребовало напряжённого труда писателей, дизайнеров, инженеров и художников, таких как Дима. Именно так родилась задача превращения мощнейшего военного разума во что-то, с чем можно общаться. Уникальный стиль Димы – сплав графического дизайна и концепт арта. Это заметно в каждом уголке Destiny 2, начиная с надписей на стенах и заканчивая логотипами и символами вымышленных организаций и заводов. Этот художественный взгляд неразрывно связан с миром Destiny. Я уже рассказывал вам о том, насколько тесно вплетены подобные стили графики в мир игры. Как Джо Кросс начал развитие этих направлений. А теперь Дима невероятно точно продолжает развивать и совершенствовать. Дима объясняет, что выбрал нестандартный подход к игровой индустрии, ещё когда учился в Университете передовых технологий. Вместо специализации «Игровой художник» он пошёл на графический и цифровой дизайн. На специализации «Игровой художник» учили черпать вдохновение из игр, чтобы применять его в работе. Это казалось вполне логичным, но я подумал, что если выберу программу вроде графического дизайна, то мой набор навыков будет уникальнее. Я всегда интересовался графическим и промышленным дизайном, архитектурой и комиксами. Тем, что находится за рамками игр и что я бы хотел привнести в концепт-арт. Среди источников вдохновения, подходящих для Дестини, он указывает на мрачный и загадочный средневековый стиль, в котором чувствуется какой-то оккультизм. Присутствует определённая доля наивности, будто они не обращают внимания на анатомию. Но это всё равно работает. Кроме того, он признаётся в том, что на его творчество влияют и личные воспоминания. Впрочем, он старается ими не злоупотреблять. Я родом из России и люблю обращаться за вдохновением к сказкам моего детства о Кащей Бессмертном, Илье Муромце, Баби Еге и многим другим. Летом я уезжал к бабушке, где гулял в деревне и бродил в лесу. Всё это оказало на меня огромное влияние. Мне кажется, я постоянно стараюсь вернуться к тому, что ощущал в детстве. Я думаю, что именно те годы подарили мне интерес к историям о приключениях и загадках других миров. Именно поэтому меня так захватил мир Destiny, и я до сих пор не могу поверить, что участвую в его развитии. Когда пришло время придумывать то, как будут выглядеть бункеры Распутина, запрос от команды дизайнеров был простым и чётким. Геймплей уже был готов, и им нужно было место, где игроки смогут взаимодействовать с Распутиным. Место, которое со временем будет меняться. В голове у Димы возникло вполне определённое представление об атмосфере этого места. На моей доске с идеями висит фотография квартиры Декарда из Бегущего по лезвию. Я знал, что я хочу добиться такого же ощущения. Погружение во мрак. Камерное, тихое место, куда игроки могут спуститься, чтобы побродить там. Он вспоминает одну из своих любимых игр с похожей атмосферой. Deus Ex. Human Revolution. В промежутках между миссиями Дима возвращался в квартиру Адама, чтобы посидеть и послушать музыку. Впитать эту атмосферу. Но как бы заманчиво не звучала эта идея, задача получалась не из лёгких, ведь в соответствии с сюжетом в этом помещении вместе с игроком находился сам Распутин. Одно дело сделать так, чтобы место казалось безопасным и уютным, и совсем другое, чтобы оно оставалось уютным, когда из центра зала за вами пристально следит гигантский цифровой глаз. Диме и его команде пришлось очень постараться, чтобы незаметными штрихами сделать Распутина не таким угрожающим. По словам Димы, идея физически приблизить игроков к Распутину принадлежит старшему художнику Робу Адамсу. Опустить Распутина так низко, чтобы вы могли подойти к экрану и встать с ним лицом к лицу. Даже многие решения по освещению зависели от того, насколько вы к нему приблизитесь. Параллели между физической и эмоциональной дистанцией выбраны не случайно. Форма соответствовала функции. Помимо эмоционального отклика у игроков, в дизайн зала нужно было заложить и причины его существования в игровой вселенной. Поэтому прежде чем начать работу, Дима задался вопросом, зачем этот бункер был нужен до того, как игроки его обнаружили. И едва войдя туда, вы понимаете, что это помещение служило какой-то цели. У зала есть своя задача, свой функционал. Он создан не только ради геймплея. По задумке художника, в этих бункерах исследовали Серафимов, общались с Распутиным и расшифровывали его ответы. Сразу же стала очевидна взаимосвязь с работой команды писателей. Иногда у писателей возникают идеи о том, каким должен быть дизайн, или как графика может донести ту или иную историю. И иногда Дима предлагает какой-то визуальный элемент, который в итоге вплетается в повествование. В данном случае сюжет нашел отклик в том, что так нравилось Диме в Дестине. Так как бункеры были предназначены для ранних версий Распутина, технически они будут ощущаться более старыми. Очевидно, у нас есть голограммы, но не ультра-современные в стиле Железного Человека. Наоборот, все очень осязаемое. Каждая деталь в Дестине ощущается так, будто у нее есть история, будто ей пользовались, к ней прикасались. Это гораздо проще реализовать в реальных предметах, таких как экраны или кнопки. Дима погрузился в изучение древней эпохи, и его заинтересованность в промышленном дизайне оказалась как нельзя кстати. В комнате, где Распутин обычно беседовал с исследователями, один динамик. Большая часть потолка занята различными кабелями, датчиками и камерами, которые нацелены в центр зала, позволяя Распутину видеть, кто перед ним. Во время разговора за терминалами следят специалисты, записывающие каждое слово Распутина. Они расшифровывают и сохраняют его ответы. Так что, когда вы заходите в бункер, вы начинаете понимать историю исследователей Серафимов, которые создали Распутина. Бункер наполнен деталями, не только создающими атмосферу, но и дополняющими сюжет. Как признается сам Дима, некоторые штрихи были добавлены просто потому, что ему потребовался повод для их создания. Например, он очень хотел эту аналоговую карту с загорающимися лампочками. И потому сделал её как бы для себя. Я правда не ожидал, что эта карта вызовет большой ажиотаж, и что на неё вообще обратят столько внимания. Но, насколько я понял, она притянула к себе взгляды многих игроков, и они начали рассуждать, что же она означает. Мне стали писать и говорить, что это их любимая часть бункера, что это круто. Одним из любимых элементов Димы стала идея старшего художника Ив Кэмпбелл и команды художников игрового мира. Речь про крутые эффекты на экранах, когда вы разговариваете с Распутиным. Он перемещается по экранам и следит за вашими движениями. Да, это место должно быть уютным, но в нём присутствует некая напряжённость. Он постоянно тихо наблюдает за вами. Его глаз преследует вас вверх-вниз, даже если вы подпрыгнете. И такие моменты, когда творческое партнёрство вдруг приводит к чему-то совершенно неожиданному, возникают вновь и вновь. Что ж, я безумно рад такому сюрпризу от Банжи. Не знаю, как для вас, а для меня это, наверное, сейчас одна из самых занимательных сторон игры. Видеть то, как разрабатывается по деталям новый мир. Оттого мне куда обиднее будет в момент, когда двери Распутина закроются навсегда.